Фибрильная нитропения 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 Тяжелое состояние пациента предполагает сразу экстренную госпитализацию и дальнейшее лечение в услуге вверху круглосуточного стационара. Во всех остальных случаях нам нецелесообразно определить наличие факторов тяжелого течения или неблагоприятного исхода фибрильной нитропении. При наличии комбинации таких факторов, я сейчас представлю два хорошо валидированных теста, индекса, они позволяют ранжировать пациентов и определить, какой прогностический индекс нам указывает, какое течение заболевания предполагается последующими. Первая это шкала МАСК-скор, здесь мы видим ряд факторов. И вторая шкала ЦИСН, она тоже предполагает решение вопроса об отнесении пациента к определенной группе риска, низкого, высокого, либо крайне высокого. И в том и в другом случае интерпретация результата идет в зависимости от суммы баллов. Если риск низкий, то это 21 балл и выше, и крайне высокий 15 баллов и ниже. Во второй шкале низкий риск это наоборот 0, а крайне высокий от 3 до 8. Нам с вами нужно помнить, что осложнением фибрильной нитропении прежде всего является разворачивание тяжелого инфекционного синдрома. И существует ряд факторов, которые с большой долей вероятности эти риски повышают. Перед вами и неконтролируемая прогрессия опухоли, и стационарное лечение на момент лихорадки, тяжелый ЭКОК, декомпенсация сопутствующей патологии или нестабильное состояние. Это изменения в анализах крови, это ожидаемая длительность нитропении более 7 суток. Это позднее начало антибиотикотерапии адекватной, либо выявление очага инфекции соответствующей клинической картины, и отдельное это мукозид 3-4 степени. И здесь крайне важным является более раннее и адекватное начало эмпирической антибиотикотерапии. Она осуществляется немедленно после забора крови на бактериологическое исследование, и сразу же антибиотик широкого спектра, вводимый внутривенно. Мы даем ряд рекомендаций по используемым антибиотикам. Это прежде всего бэкталактамные антибиотики широкого спектра с высокой активностью в отношении псевдомонат в режиме монотерапии. Это цифипим и мепенем, миранем, пипероцелин. И в том случае, если у пациента выявляется аллергена, беталактамные антибиотики, могут быть использованы комбинированные режимы, например, астрианам и ванкомицин. Если пациент относится к группе низкого риска, он комплоентен, с ним возможно осуществлять взаимодействие, пациент может продолжать терапию, проводить терапию в условиях амбулатории на дому. И тогда мы можем рекомендовать пероральные антибиотики и перед вами те антибиотики, которые целесообразно используются этой целью. Это муксифлоксицин, левофлоксицин, ципрофлоксицин, левофлоксицин, левофлоксицин, клавалунат. Это ципрофлоксицин. Перед вами адекватные дозировки этих препаратов, кратность их назначения в сутки. Если мы выявляем, четко выявляем очаг инфекции, то моноподход не рационален. Мы должны говорить о комбинированной антибиотикотерапии. И тогда это также бытолоктавный антибиотик широкого спектра с высокой активностью в отношении псевдомонат, плюс антибиотик с активностью в отношении возбудителей, характерных для соответствующего очага. Так, при катетеринфицированной инфекции, ассоциированной, это ванкомицин, при инфекциях кожи, мягких тканей, пневмонии, линозолит, при мукозите, энтероколита, это амикоцин, либо метронидозол. Мы с вами живем в совершенно другом периоде, периоде ковидной инфекции. И сейчас мне бы хотелось поговорить о ситуации, когда у человека есть лихорадка, и мы не всегда понимаем, чем она обусловлена. Итак, пациенты с необъяснимой лихорадкой должны быть проверены на COVID-19. Если есть другие симптомы, которые характерны для фибрильной нейтропении, включая кашель с мокротой, заложенность носовых пазух, боль в горле, миалгия, либо если у пациента диагностирована пневмония, это обязательно незамедлительное обследование на COVID-19. Мы понимаем, что валидность теста – это не более трех суток. Лечение лихорадки незамедлительное по стандартам нейтропении, то есть это эмпирическая антибиотикотерапия антибиотиками широкого спектра действия. Если у пациента фибрильная нейтропения низкого риска, еще раз повторяю, всего следует лечить дома. И назначаются антибиотики в соответствии с рекомендациями, когда это возможно. И мы продолжаем коммуницировать с пациентом по телефону либо с использованием тела или медицина как можно чаще. И, наверное, это должно происходить в таком режиме, в каком определяет врач. Очень важный вопрос – как назначать колонии стимулирующие факторы в условиях COVID-19. Итак, введение КСФов рекомендуется всем тем, у кого развивается фибрильная нейтропения, не только тем, у кого есть риск осложнений, то есть не только с целью первичной профилактики, если они еще не получали фактор роста, и основная цель – минимализировать количество госпитализации. Профилактическое использование КСФ рекомендуется для минимализации риска фибрильной нейтропении с целью уменьшения, опять-таки, числа случаев пациентов, которые поступят в отделение реанимации или неотложной помощи. Важно помнить, что использовать КСФ мы теперь должны не только при режимах высокого риска развития фибрильной нейтропении, то есть тогда, когда речь идет о более чем 20% рисках развития осложнения, но и при средних рисках развития фибрильной нейтропении – это вторая таблица, которую я вам демонстрировала. Еще очень важный момент – врачи не должны использовать или прекращают прием колонии стимулирующих факторов в случае развития респираторной инфекции, когда мы подтверждаем COVID-19, для того, чтобы избежать усиления легочного спаления либо гипотетического риска увеличения развития уровня воспалительных цитокенов, что обусловливает неблагоприятный исход нейтропении и заболевания COVID-19. Подводя итог, мне бы хотелось с вами обсудить, какие рекомендации мы планируем внести в этом году, которые бы мы хотели обсудить. Итак, первые, какие бы из шкал вы рекомендуете нам оставить, поскольку во всех клинических рекомендациях в последние годы были представлены и шкала МАСК, и ЦИСН, и, пользуясь случаем, хотел бы обсудить, обе шкалы мы оставляем, либо одну из них. Результаты голосования – сохранить обе шкалы 81%, оставить только шкалу МАСК – 17% и оставить только шкалу СИЗН – 2%. Большое спасибо, мы оставим таким образом 2 шкалы. Следующий мой вопрос. Я представила сегодня режимы и со средней рисковой группы – это 10-20%. Как вы считаете, добавлять режимы с вероятностью развития фибрильной нитропении – 10-20% либо оставить только режимы с высокой вероятностью развития фибрильной нитропении – более 20%. То есть большая часть коллег все-таки за то, чтобы включить и к режимам с фибрильной нитропении – 10-20% с риском развития. Спасибо. Исключительный вопрос. Мы нашли новую информацию по рискам смерти от фибрильной нитропении в зависимости от вида нозологии и варианта сопутствующей патологии. Это еще две большие таблицы. И мне бы хотелось обсудить, следует ли включить эту информацию в новый вариант рекомендации. Первое – да, второе – нет. Благодарю. Спасибо. Голосование уже запущено. Коллеги, голосуйте. Стоит ли внести информацию по рискам смерти в зависимости от вида нозологии и варианта сопутствующей патологии? Да или нет? Да, 91%. Нет, 9%. Но я не думаю, что это я повлияла со своим голосом в эфире. Но думаю, что, коллеги, я соглашусь с этим. Дина Дамировна, вы? Я очень рада. Спасибо за поддержку. Все изменения будут внесены в новую редакцию рекомендаций. Спасибо большое. – Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...